Третья существенная часть больничной гигиены это дезинфекция поверхности. Особую опасность в распространении внутри больничных инфекций представляют так называемые госпитальные штаммы микроорганизмов, которые отличаются особой вирулентностью и устойчивостью к дезинфицирующим средствам, антисептикам и антибиотикам. При уборке все оборудование, начиная с ламп и операционного стола и заканчивая раковинами и унитазами, должно быть протерто ветошью, смоченной в дезрастворе. При этом для каждой поверхности необходима своя емкость и своя ветошь. Борьба с внутрибольничными инфекциями достигает наибольшего эффекта при использовании специального оборудования, тележек и швабр со специальными съемными мочалками, так называемые мопы. Для каждого помещения используют свежие мопы, которые затем складывают в специальный мешок и сдают в стирку. Такой способ предотвращает загрязнение раствора, дез средства и перенос микроорганизмов из одного помещения в другое. Кроме того, регулярное мытье необходимо проводить и в других помещениях медицинских учреждений, включая кухню и столовую. Средства обладают не только обеззараживающим, но и хорошим моющим и очищающим эффектом. Все поверхности должны быть протерты, увлажненные дез средством ветошью. Особое внимание должно быть уделено сантехническому оборудованию, где микроорганизмы могут не только сохраняться, но и активно размножаться во влажной среде и служить источником инфекции. Только проделав эти процедуры, можно сохранить все участки больницы чистыми и обезопасить пациентов от инфекции. Соблюдение больничной гигиены – это обязанность всех, начиная от главного врача и заканчивая младшим медицинским персоналом. Широкое использование дезинфицирующих и чистящих средств, а также специальных приспособлений для их эффективного использования, облегчает работу медицинского персонала при соблюдении правил больничной гигиены, что не оставляет шанса для распространения инфекции в больнице.